Я часто думаю о том, что Гуру сделает все, что он может, для того, чтобы помочь ученику. Но еще более важным, чем это, является то, что ученик должен сам хотеть помочь самому себе. И чем больше ученик хочет помочь самому себе, тем больше он будет способен понять и применить учения Гуру. Потому что в каком-то смысле учения, наставления могут быть достаточно нейтральными. Но они активируются самим учеником. Это то же самое, как есть машина, а есть ключ от машины. И ваше желание продвинуться в сознании Кришны, это будет тем ключом, который зажигает машину наставлений. Так что если вы когда-либо чувствуете, что ваш Гуру помогает вам, это означает, что вы сами помогаете себе. Так что это работает так, в две стороны. Это не только так, что ученик должен доверять Гуру, а также и Гуру должен доверять ученику в том, что тот будет следовать наставлениям, которые Гуру дает ему. Это работает в обе стороны. Вы доверяете мне, что я дам вам правильное наставление, а я доверяю вам, что вы будете ему следовать. Вот как это работает. У вас может быть самый лучший Гуру в мире, и все равно вы не будете осознающим Кришну. Так что вот, таковы эти отношения. Вы доверяете мне, а я доверяю вам. Мы можем смотреть это как на отношения, где ученик служит Гуру, но на самом деле это также работает в обе стороны. Это отношения служения. Гуру также служит ученику. Поэтому точно так же, как вы думаете, что вы — это слуга вашего Гуру, ваш Гуру думает, что я — слуга своих учеников. Так что у нас есть служение, у нас есть доверие, и так же у нас есть любовь, отношения к любви. Так что гуру — это определенное положение, но так же есть личность, гуру — это также личность, которая занимает это положение. Так что есть две личности, два человека — есть гуру, есть ученик, и есть между ними отношения. Основанные на доверии, служении и любви. На любви ученика по отношению к гуру и на любви к гуру по отношению к ученику. И ученик думает, как я могу удовлетворить своего гуру, а гуру думает, как я могу помочь своему ученику. И у этих отношений любви, у этой любви нету персонального личного мотива, просто помощь друг другу. И вот что такого особенного в этих отношениях гуру и ученика — в них нет ничего нечистого. И вот поэтому это такие уникальные и особенные отношения. И еще одна вещь я скажу — это когда мы удовлетворяем другого Вайшнава, Кришна становится счастлив. Будь это просто другой преданный или наш духовный учитель. Поэтому если мы можем сделать что-то, чтобы сделать счастливым другого преданного или нашего духовного учителя, мы получаем благословение. И благодаря этим благословениям мы прогрессируем. И с этими благословениями возможно сделать практически все, что угодно. И практически любое препятствие можно преодолеть с этими благословениями. Нет ничего более могущественного, чем благословения гуру и Вайшнава. И на какое бы препятствие, с каким бы препятствием вы не столкнулись, оно станет очень маленьким по благословению вашего гуру. Есть вот это волшебство в следовании наставлениям гуру. И если вы не верите, то просто попробуйте и проверьте, работает это или нет. И вы получаете не только благословение гуру, вы получаете благословение всей ученической преемственности, всей парампоры. Вот что я хотел сказать. Пока! Субтитры подогнали Симон. Поехали!